Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 апреля и вот утром я вам показывала свою рассаду, которая подмерзла. Сейчас, слава богу, у нас все позади, морозок больше таких не будет. В последующие ночи будут минус 1, минус 2. Это нормальная температура для нас. И теперь можно спокойно разобрать вот эту ситуацию. И я хочу этот видеоролик снять для начинающих, чтобы обозначить какие-то факторы, на которые они должны обратить внимание. Так, первое. Почему так произошло? Кто в этом виноват и как предотвратить вот эту ситуацию? Я прочитала комментарии. Комментарии, конечно, очень разные. Некоторые люди, не досмотрев до конца видео и не послушав, что отключилась электроэнергия, пишут, а почему не укрыли там тряпочками, не тканкой, могли бы хотя бы свечи зажечь. Вот я пишу, ну какие свечи? У нас было включено электрооборудование. И только потому, что на улице очень холодно, и нам пришлось не один, а два обогревателя включить, у нас отключился вот этот вот автомат. Тут же опять пишут, муж там не хозяйственный не сделал. Вот муж как раз сделал все правильно, он поставил мне вот эти вот автоматы, и они отключаются при чрезмерном нагревании электропроводки. Короче, наша электропроводка, которая от электросетей к нам идет, она не выдержала вот этой мощности электрообогревателя и отключилась. И это очень хорошо, что вот такие приборы стоят, которые стоят на страже нашего вот жилища. Если бы не отключился автомат, могла бы нагреться электропроводка и вообще мог бы загореться дом. Так что если вот, например, выбрать, что лучше, пусть дом сгорит или рассада замерзнет, конечно, я бы выбрала, пусть рассада замерзнет. Конечно, так говорить нехорошо, но то, что отключился автомат, это очень хорошо. Значит, система безопасности сработала у меня, все. Потом про то, что там муж что-то ленивый не помогает. Вы знаете, у нас такая ситуация, я сильно никого сюда стараюсь не привлекать. Я сейчас объясню, почему. Это зона моей ответственности. Я должна все контролировать, всю эту ситуацию. И если я с кем-то разделю эту ответственность, например, на двоих или на троих, вот по очереди, ночью один встает, там утром другой, может возникнуть такая ситуация. Мужчины, они как к растениям не так относятся щепетильно. Может кто-то забыть, пойти посмотреть и потом искать крайнего, а они скажут, ну, забыли или что-то. Поэтому я сама, я перед тем, как лечь спать, сама проверяю температуру. И встаю пораньше в 6 утра, сразу иду проверяю. В полвторого я, когда ложилась спать, было все нормально. А в 6 утра, когда я вышла, тут уже все у меня подмерзло, потому что на улице очень холодно было, минус 8. И вот эти все электрообогреватели были отключены из-за того, что не выдержал автомат. Вот эта ситуация называется форс-мажор. Здесь не надо искать ни кого-то виноватых, ни кого-то крайних. Бывает, так случается. И я почему, вот все удивляются, что вы так легко относитесь к этому с оптимизмом. Почему? Да потому что в нашем регионе, вот в нашей зоне такой рискованного земледелия, это обычное явление, это рядовое явление. Спросите у опытных огородников, когда-нибудь у них замерзала рассада хоть раз в жизни, и каждый скажет, замерзала и не раз. И поэтому хочу новичкам дать такое напутствие или совет. Вы должны воспринимать вот такие ситуации, как рядовые. Это рабочий момент. Бывает, вот сейчас у меня отключился автомат. Могли отключить вообще электрические сети, поставку электроэнергии. У нас один раз такое было. Где-то был обрыв на линии. А не для того, чтобы сделать ремонтные работы, они наш район отключают. Все, мы сидим без электроэнергии. Если это ночь, то мы об этом не знаем. И мы можем получить этот сюрприз утром. Выйдем и увидим, что все у нас тут холодно замерзшее. И от этого никто не застрахован, поэтому к этому надо относиться. Обыденно, все. Вот случилась такая неприятность, значит случилось. Самое главное, что мы должны уметь реанимировать растения после таких неприятностей. То есть, знать вот эти методы скорой помощи. Так. Про сорта потом скажу. Сначала о чем. Вот сегодня утром я вышла. Что делать? Какие-то подмерзли. А, еще один комментарий прочитала. Вы зачем обманываете? У вас же не все замерзло. Какие есть кровожадные люди. Я представила, что если они прочитали... А, заголовок, что неправильно выставила. Если я прочитала, прочитали они заголовок, что все замерзло, значит они ожидали, вот так откроют видео. Там у меня сосульки прямо на томатах висят такие, все замерзшие, вот так вот брякает. Но все замерзло. Нет. То, что я написала замерзло, я считаю, что слово обманываете, зачем обманываете, тут не подходит. Потому что действительно, некоторые листья у капризных томатов замерзли навсегда, безвозвратно. Реанимированию они не подлежат. Конечно, они сами отрастут, но это у них будет период немножко задержки, наверное, неделю. И еще хочу вот начинающим огородникам, или кто вот так волнительно к этому относится. Человек же тоже иногда болеет. Иногда пойдешь вот в магазин, казалось бы, 5 минут пройдешь, где-то продуло, ты заболел, или ОРЗ там у тебя, или грипп подхватил, ты лежишь, неделю болеешь. Мы воспринимаем это нормально. Ну, простыл и простыл, заболел и заболел. Так и растения. Вот считайте, что они заболели. Они сейчас на неделю немножко, вот те, которые подмерзли, отстанут, они восстановятся, они снова пойдут в рост. Конечно, чуть-чуть это их притормозит, но это не страшно. Я уже говорила, что если верхушка цела, значит, через точку роста листья отсыпятся замерзшие. Если верхушка отмерзла, значит, будет через пасынок вырастить. Через неделю тоже все восстановится. Все это как восстанавливается, и полностью замерзших томатов, вот как кто-то мечтал там увидеть, что совсем замерзла, их не бывает. Или корень остается, тогда где-то пасынок вылезет. Или верхушка остается листья, если замерзнуть. Все. Главное уметь реанимировать. Вот утром вы приходите. Во-первых, нужно сразу делать опрыскивание. Вот кто-то писал там, что не позволяйте солнцу светить. Ну, солнцу светить не позволить невозможно. Если, конечно, есть возможность, то лучше притянить. Притянить и вот этот вот переход с минуса на плюс, на большой, чтобы был немного помедленнее. Понимаете, у них двойная припарка получается. Сначала у них был минус заморозка, а потом сразу хоп и резко плюс, вот когда жара. Тогда они еще больше почернеют. Бывает и такое. Иногда в огороде, ну, ничем ты их не защитишь после заморозка на почве, и сразу солнце выходит. У нас вот тоже так. Ну, я успела, опрыснула. И, конечно, они разделились на две части. Я уже вот сейчас видео предыдущее выложила. Какие-то вообще не почувствовали этого вот такого замерзания, подмерзания. А какие-то листья замерзли вообще в черное. От чего это зависит? От сорта. Ну, вот те сорта, которые у вас подверглись, например, вот, которые подмерзли, конечно, нужно сразу опрыскивать. Нужно смотреть, чтобы у них обязательно был влажный грунт, чтобы грунт не оставался сухой. Беречь их от яркого солнца, если есть возможность какие-то защитные экраны поставить. Но это когда мало лотков, можно их куда-то перенести в более тень. У меня тут их спрятать все невозможно. Я их опрыснула там. Которые выжили, значит, выжили. У которых листья почернели, но отвалятся. Ничего. И самое главное по сортам. Я вот в предыдущий видеоролик выложила, что сибирские вот эти толстоногие сорта, они вообще не почувствовали замерзания. И я показывала их. Вот есть... Тут у меня есть лапки. Есть томаты, на которых даже не подумаешь, что они стояли здесь же, в этих же условиях. Они все хорошие. Но я для новичков хочу уточнить еще один момент. Когда мы говорим, сибирские сорта приспособленные, их тоже нужно разделять. Вот я сегодня называла, смотрите, Батяни он тоже сибирский. Казанова тоже сибирский. Пудовик тоже сибирский. Но это индотерминатные, двухметровые в теплице. И они вот относятся тоже к этим же, я их называю капризули, которые высокорослые, у которых тоненький стебель, у которого листики нежненькие. Они у меня тоже подмерзли. Какие-то просто ошпарились, повяли. Какие-то вот у Казанова вообще до черноты подмерзло. Поэтому, когда вы смотрите, что сибирский сорт, и написано, на них на всех написано, испытано Сибирью, но они не все одинаково переживают мороз. Вот эти, что я назвала, Пудовик, Батяня, Казанова, сибирские изобильные где-то вот здесь. Они у меня ошпарились и свяли. То есть, вот это понижение до плюс трех, тут даже минусовой не было, до плюс трех, они очень плохо пережили. И они были вот прям на грани, вот чуть-чуть, и они замерзли бы. Еще бы градуса два, ну до одного, до плюс одного, про ноль вообще не говорю, они бы упали совсем. Вынесли прекрасно только те сибирские, которые именно толстая нога. Вот у которых толстая нога, у которых мясистый лист. Вот они действительно, они рекордсмены по выживанию, вот в таких холодных условиях. Было три градуса, они вообще не заметили, плюс три. Они не заметят, плюс два, и до одного градуса их можно смело держать без укрытия, без прикрытия. Ну вот когда я их выставляю на закаливание на ночь, и когда вот они в тоннелях, они выдерживают. Но вот не забудьте именно, что всегда имейте в виду, что сибирские сорта, а не сорт в сорту рознь. Хотя на всех пачках написано, что он приспособлен для выращивания в сибири. Но никто не дает более глубокий, уточненный анализ, до скольки градусов он может выдержать понижение. Все, вот это самое главное, что я хотела сказать, что относитесь к этому более обыденно. Это бывает, это как у человека простуда насморк, так у нас бывает иногда и обморожение весной. Это еще не последняя волна, еще при высадке в грунт можем где-то там что-то немножко прихватить кого-то из них. Но я надеюсь, хватит нам уже испытаний в этом году. Но минус 8 это очень низкая температура. В прошлом году не было такой, было минус 6, минус 7. И то, ну там другие были условия совсем, на одну ночь. А это, во-первых, была целая неделя у нас холодная. И они и так уже были, ну можно сказать, что на пределе. А тут их еще дало, что обогреватели выключили, конечно. И еще про состав вашей коллекции, вот которую вы будете выращивать, например. Нужно учиться на чужих ошибках. Вот вы видите, что посмотрели сегодняшний мой видеоролик, и вы должны намотать себе на ус. Что ваша, вот этот вот весь список ваших томатов, сортов, не должен быть однородным. Если вы живете в холодных регионах с коротким летом, составляйте так списки, чтобы 3 четверти ваших томатов были вот такие вот выносливые, холодоустойчивые. Которые могут в любых условиях выжить, тогда это половина успеха. Если вы любите, конечно, нужны и крупные, и мясистые вот эти капризули, но пусть они будут составлять всего 1 четвертую. Потому что вы ни кетчуп с них не варите, в суповые заготовки их тоже можно не готовить. Для всего для этого можно вот эти вот такие простые массовые, которые без всяких проблем дают большой урожай. Они тоже вкусные, они тоже крупные. Уж кому сильно надо вот эти бифтоматы, толстые, мясистые, большие. Пусть это будет всего 1 четвертая часть. Вы видели сегодня, когда я обзор делала, все вот эти вот толстоногие сибиряки, все стоят целые, как один. А если бы было большинство вот этих вот высокорослых таких, ну как ивушка плакучая вот эта, представьте, что бы было. Вот они сейчас еще, некоторые до сих пор не отошли, вон вижу висят черные листья. Я завтра покажу обзор через сутки, какие обыгались, какие нет. И большинство из них, это еще будет торможение на неделю, большинство из них из-за этого будет ослабленное немного растение. И возможно даже понесется урожайность. Вот про выбор сортов наглядный пример. Учитесь на чужих ошибках и подбирайте сорт, когда говорят, что выращиваете районированные все. Это не пустые слова, это просто жизнь доказывает наше, что чем проще, чем выносливее сорт, тем меньше с ним проблем и меньше вот таких вот неприятностей, как подмерзание, замерзание. Вот не все же подмерзли, некоторые вообще даже не почувствовали этого мороза. Ой, хотела еще что-то сказать, я уже забыла. Меня тоже, видать, приморозило. Ну все, будем прощаться. Теперь уже все позади. А, я хотела сказать, что теперь у нас, смотрите, сегодня и завтра еще будет минус 2, а 24 числа я вот эти здоровые томаты великаны пойду уже высаживать в теплицу и все вам покажу. И вот для высадки в теплицу в первую очередь там, где у меня забронированы эти дырочки, это вот для этих томатов. Там будет Демидов, там будет Настенька, там будет у меня еще, по-моему, а, Сибирская тройка. Не помню уже, какие там расписала я, но, короче, в первую очередь буду высаживать именно их, потому что еще неизвестно, что будет дальше, и, возможно, еще одна волна холода. Вот по телевизору обещают, что идет еще один какой-то там циклон или антициклон сформировался. Так что нас еще в этом году ждут испытания. Все, желаю всем успехов, учитесь на чужих ошибках, вот можно на моих, буду все ошибки свои показывать. У меня тоже очень часто бывает вот такие, как, ну, я вот сейчас читаю комментарии, ну, вы же опытный человек, что вы тряпочкой не прикрыли. Ну, знаете, тут хоть чем прикрываю, если у меня их там около 200 лотков, и прикрыть их вообще не очень возможно, их же надо прикрывать, открывать, они высокие, все уже падают. Надеялась на электроэнергию, подвела, бывает и такое, и на старуху бывает проруха, ничего страшного, будем выращивать дальше. Они у меня уже сейчас выглядят более-менее, есть, конечно, те, которые очень страшненькие, завтра всех покажу. Ну, сосулек нету. До свидания.